Он всегда разный и всегда один и тот же. Сегодня мы продолжим учение. Кое-что мы собирались истолковать вчера вечером. Но одна из наших таких ценностей – это то, что если Бог приходит и делает по-своему, то мы подчиняемся. Это всегда лучше. Мы хотели поговорить немного о пророческом служении. И так как мы имеем разные общины, это будет по-разному применяться. Мы просто делимся нашим опытом. И мы считаем, что это основано на Слове Божьем. Где-то в 92-м году был один человек, которого мы воспринимали как апостола. И он посмотрел на Керка и сказал, тебе нужен пророк-пресвитер в церкви. И мы подумали, хорошо, что это значит пророк-пресвитер или пророческий пресвитер. Я никогда не слышала о таком. И он открыл нам 1 Тимофея 4,14. Где Павел говорит о том даре, который принял Тимофей, когда пресвитеры возложили на него руки. И на практике, вот как это выглядит наше общение. Из слова мы знаем, что пресвитер – это старейшина. Это то есть синоним зрелого, посвященного лидера. Итак, мы приглашаем зрелых лидеров, не из нашей общины. И мы уже выбрали кандидатов на роль этого пресвитера. Обычно это люди, которые уже определенное время находятся у нас в общине. И мы просим Божьего водительства в отношении того, как эти люди должны, какую роль должны играть в нашем доме, в нашей церкви. И обычно нам, ну, мы понимаем, что нам нужно иметь около трех, хотя бы три пресвитера. И мы обнаружили, что мы prefer them not to know our congregation too well. И чтобы приходило к минимуму три пресвитера. И обычно мы предпочитаем так, чтобы они не знали хорошо нашу общину. Очень легче, но много, когда разум не забит уже информацией. То есть от нашей церкви кандидат в пресвитеры, ему предлагается поститься и молиться в течение определенного времени. А те пресвитеры, которых мы приглашаем для того, чтобы его рукоположить, мы тоже стараемся выбрать зрелых людей, которые бы тоже относились к делу серьезно, готовы были поститься и молиться. И часто мы видели, как новые служения открывались во время вот этого пророческого действия. Мы точно так же служили в роли пресвитеров в других церквях. Это очень ценная вещь. И большинство людей, которые участвовали в этом служении, очень крепко пытаются держаться этого слова, которое они получили. Первая Тимофея 4.15 Павел обращается к Тимофею и говорит, размышляй и молись о тех словах, которые были сказаны тебе. 15-16 стих. То есть, если вы получили пророческое слово, это еще не значит, что оно само по себе произойдет. Оно нуждается в нашем участии. В нашем партнерстве с Богом и Словом Божьим. Чтобы твои успехи, твоя зрелость сделались очевидными для всех. Даже если вы ученик, который только готовится стать лидером или вдохновлен на то, чтобы в будущем стать лидером, эта зрелость должна быть явной, очевидной для лидеров. И если вы становитесь лидером в служении, вы хотите, чтобы у вас были люди, которые воспринимают Слово Божье серьезно. Но также вам нужно четко понимать, что эти люди совершают прогресс. Вы не хотите продвигать людей, которые... никогда не будут брать на себя ответственность и не расти в этой ответственности. Вы хотите, чтобы они росли в способности высвобождать Слово Божье. Как Павел говорит, что это должно быть очевидно. То есть, видимо. Люди должны знать это. О чем мы вас сейчас учим сейчас? Оно, это применимо с обеих сторон. С одной стороны, вы растете и ободрены для того, чтобы вдохновлены, для того, чтобы стать лидерами. Тогда знайте, что ваши лидеры за вами следят. Они смотрят на вас. Они должны смотреть за вами. И видеть, как вы растете. Но даже для тех, кто очень молоды, мы хотим вас приготовить для того момента, когда вы сами уже станете наблюдать за другими. И есть разница между осуждением и присмотром. Есть два слова «осуждение», например, и «различение». Различение на греческом объясняется как отделение. И когда я просила у Бога о примере, Он мне показал картину яйца. Я беру яйцо, раскалываю его, открываю его. Там есть желток, белок и скорлупа. И я посмотрела на секунду и увидела, где яйцо, где белок, где желток, где скорлупа. Вот это развлечение. Это хорошая вещь. Чтобы посмотреть с одного взгляда и понять, что происходит. Осуждение — это когда я предпринимаю следующий шаг. Это, например, плохое яйцо. Мне не нравится, как они разбили это яйцо. Это когда мы начинаем судить. Будут моменты, когда вы увидите, кого-то и сможете сказать за секунду. Это незрелый человек. Он не готов для лидерства. Это не осуждение. Вы судите, если говорите, что такой человек никогда не станет лидером. И вы должны быть осторожны с тем, что исходит из ваших уст. Сейчас есть в нашей общине женщина, которая ответственна за служение освобождения. Определенное время назад ее пастор предыдущий, он сказал ей вот что. Что она никогда не сможет служить в служении освобождения, потому что у нее не было достаточно духовного развлечения. И он ошибался очень сильно. Потому что у нее есть духовное развлечение. Она растет в этом. Это где-то примерно ежегодное событие в нашей общине, служении освобождения. И 1 Коринфянам 14 глава говорит, что мы все, в принципе, должны бы пророчествовать. Поймите, что означает это слово. Это про возглашение того, что на сердце у Бога. Это не обязательно предсказывание будущего. Может быть такое, что Бог будет показывать и будущее. Но прежде всего это высказывание того, что на сердце Бога. Это мы открываем Божье сердце в отношении человека в какой-то определенный момент. То, что Кёрк сказал ранее, я считаю очень интересным. Мы должны быть посвящены Слову Божьему. Но также словам, которые сказаны нам. Очень часто люди слышат пророческое слово, и как будто в одно ухо зашло, в другое вышло. Если Господь говорит, мы хотим ухватиться за это слово. И если я слышу Божье Слово, то это слово, оно укореняется внутри меня. И некоторые люди должны записывать, например, слова, которые им приходят. Неважно, что, как вам будет удобно. Это размышление и впитывание Слова Божьего. Давайте поговорим об основных тезисах. Первое Коринфянам 14, 3 говорит о том, почему мы пророчествуем. Для назидания, ободрения и утешения. Если это не касается этих вещей, это не пророчество. Жизнь и смерть во власти языка. И иногда мы говорим о смерти. Это не пророчество. Когда вы говорите о своих детях, будьте осторожны, как вы их исправляете. У нас был друг, который был идеален просто. Он с отличием закончил одну из самых высших семинарий. Но когда он был маленький мальчик, его отец сказал ему, В общем, его отец говорил, что он глупый и не может просто, ну, в общем, ничего не может в жизни сделать. И он довольно-таки издевательские слова для этого использовал. И это вошло в его сердце. И для него не было важно, насколько он был одарен. Он все равно себя воспринимал, как некомпетентный человек. Поэтому следите за тем, что мы говорим друг другу. Послушайте. Кирк говорил об этом ранее. Не обязательно нужен пророческий дар, чтобы показать проблему. Хорошо, очень классно, что вы можете увидеть, что не так. Но это не делает вас уже пророком. Человек, которого мы слушали в прошлом году в классе, он дал очень хорошую иллюстрацию. Он жил в районе штата Невады, где были шахты по добыче золота. Знаете, что чаще всего встретить можно в такой шахте, в золотой шахте? Грязь. Но это же не называется грязевая шахта. Там ищут драгоценность. Когда мы пророчествуем, мы вызываем, мы призываем ту драгоценность, мы ее раскрываем. Мы призываем драгоценность. И этот человек сказал нам, Людям не так важно, сколько грязи вы уберете из их жизни. Если они уверены, что вы ищите золото в них. Если они знают, что вы видите там золото. Когда они понимают, что вы видите их как драгоценность. Что они знают, что они не будут ранены вами. Немногие люди любят конфликты. Поэтому часто вы можете сталкиваться с лидером. И, возможно, надеемся, что вы сами станете лидерами. Которые используют пророческие слова, чтобы исправлять кого-то. Естественно, будет очень много исправлений, если вы будете вести людей. Но если лидер не имеет конфронтации в любви. То получается, что мы перекладываем все на Бога. Что якобы Он должен самую грязную работу делать. Если вы хотите все-таки кого-то исправить. Но подойдите к человеку вы лично, если это вы видите. И скажите, послушай, вот я хочу тебе сказать то и то. Надеюсь, это поможет тебе. Но пророческое слово для ободрения. И это может быть как увещевание. В том смысле, что давай, ты можешь. Но это чуть другого рода уже. Я была в общинах, где пастор не хотел разговаривать лицом к лицу с теми людьми, которые его раздражали. Вы могли сидеть в общине и слышать его слово, проповеди. И казалось, что он просто стреляет в людей. И если бы вы были частью общины, вы бы постоянно задавались вопросом, что вообще происходит. Вы не чувствовали бы себя в безопасности. Если вы хотите исправить кого-то, то исправляйте так, как хотите, чтобы вас исправили. Я хочу, чтобы люди очень добрые были и мягкие, когда они исправляют меня. Я хотела бы, чтобы исправление было личным. Чтобы не все знали, что у меня проблемы. Все мы будем делать ошибки. Поэтому нам нужно прощать друг друга. Но наша цель, в первую очередь, наедине поговорить с людьми и исправить их. И снова же, я исправляю тебя, потому что я вижу в тебе ценность. Люди, которые получают от меня самые такие строгие исправления. Таких людей очень мало. Их буквально можно пересчитать по пальцам. Потому что мне так легче и удобней. Я бы хотел поговорить об этом еще попозже. Также в 1 Коринфянам 14 мы видим еще одно направление. Когда мы даем пророческие слова в Новом Завете, мы не судим человека, который высвобождает Слово. Мы должны судить само Слово. В Ветхом Завете судили пророка. Если лже-пророк, например, в Танахе, он призывал следовать за другими богами, его нужно было просто убить, закидать камнями. Если бы это было нашим стандартом сегодня, никто бы не открыл свой рот. Но это прошло через крест. Теперь люди судят по Слову или Само Слово. Мы не судим человека, который высвободил это Слово. Вы просто понимаете, что они не попали в цель. Я подумал, что я слышал Бога. Я ошибся. Но это не делает меня лже-пророком. Поэтому не надо меня закидывать камнями. Дайте себе разрешение делать ошибку. Если вы совершили ошибку, то понесите за это ответственность просто. Признайте это. Но мы не будем навечно отлучены за то, что мы что-то сделали не так. Если так, то мы больше никогда не сможем пробовать. Поэтому судите Слово. Я немного забегу вперед сейчас. Но по этой причине, когда люди пророчествуют в нашей общине, мы хотим, чтобы они два на два, или по двое, по двое говорили. Есть иллюстрации, когда Ишуа, например, посылал по двое учеников. И есть несколько хороших причин, почему это для нас работает. Первое, это если вы опытный пророк, или двигаетесь в пророческом даре и имейте опыт, вы берете кого-то, кто помоложе, менее опытный, чтобы он видел ваше свидетельство. Тогда человек смотрит и учится тому, как это действует. Если вы тот человек, который принимает Слово пророческое, вы будете себя чувствовать больше в безопасности, если третий человек будет стоять и слушать. Я считаю, что трое — это крайнее число, которое могут участвовать в высвобождении Слова для одного человека. Было время, когда мы так охотно пророчествовали людям, что некоторые люди говорили, что они себя чувствовали, как кусок мяса, на который налетели коршуны. Поэтому, если вы хотите, чтобы человек принял то, что Бог приготовил для него, вы должны также быть чувствительны к тому, как они это воспринимают. У нас будет время для вопросов. Хорошо? Еще один момент, почему хорошо, чтобы служение было подвое, потому что человек, которому вы пророчествуете, иногда не понимает, что вы говорите. Они могут даже извратить то, что вы говорите. И это может вызвать какие-то проблемы. И в моем сердце это как правило. И всякий раз, когда я нарушала правила, я жалела об этом. Потому что люди не понимали или неправильно понимали, что я говорила. Но если кто-то, третий, стоял рядом, этот человек мог определить, что тот, кому я пророчествую, не понимает или неправильно понимает. И поэтому я стараюсь всегда брать кого-то. Иногда это, например, Кёрк. Если это действительно очень серьезное слово, то я, скорее всего, позову с собой какого-то из лидеров. Но я могу также и детей брать с собой. Например, ребята, давайте, я хочу послужить этой женщине. Идем со мной. И после того, как я высвобождаю то слово, которое у меня есть, обычно и дети делятся тем, что Бог им открывает. Поэтому лучше по двое. Если вы пытаетесь пророчествовать, и вы ошиблись, не переставайте все равно. Попробуйте заново. И если вы хотите извиниться, точнее, если вы хотите, вы можете извиниться, сказать, прости меня, я неправ. Делайте это. Но не переставайте пророчествовать. Если вы следуете этим наставлениям, касающимся ободрения, назидания, если вы ободряете, то, скорее всего, вам не придется столкнуться с каким-то большим беспорядком или большими проблемами. Также поймите, что порой Бог будет вам показывать что-то касательно других людей, с которыми Он не хочет, чтобы вы делились с этим человеком. Он, возможно, захочет, чтобы вы просто молились об этих людях. Поэтому нужна мудрость для этого. Когда делиться, а когда молчать. Когда вы пророчествуете, это может включать слово знания. Вы же знаете, что такое слово знания, да? Это то, что вы знаете Духом Святым, чего бы вы не знаете своим умом просто. Так же может быть слово мудрости. Это откровение, как применить определенные вещи. Мне больше... Но я больше двигаюсь в слове мудрости. Кирк больше в слове знания. Но я молюсь о слове знания. И он действует... И он о том, чтобы действовать в мудрости. Мы хотим расти особенно в тех вопросах, в которых мы не чувствуем себя комфортно. Как лидер, как тот, кто ведет других. Цель не в том, чтобы найти комфорт, и чтобы все было легко. Если вы считаете, что вы станете лидерами, и все будет легко, вы верите в ложь. И вам нужно расти в тех сферах, в которых вы себя не чувствуете комфортно. Я знал людей, которые были весьма одаренны в некоторых сферах. И это все, чего они хотели добиваться. И они говорили, например, мой дар пророческий. А пусть остальные заботятся об администрации. Хорошо быть сильным в какой-то сфере. Но я не хочу, чтобы в моей команде лидеров были люди, которые не хотят расти. Потому что тогда люди начинают заявлять о своих правах на дар. И забываем уже, и такие люди уже забывают о том, что Дух Святой на самом деле тот, кто дает эти дары. И этот дар, в первую очередь, это мы сами. Поэтому найдите покой в том, чтобы Бог вас использовал разными способами. Это самое лучшее для лидера. Хочу привести пример. Пример от личности, которую мы очень любим. Это очень одаренный в пророческом служении лидер. И он никак не мог определиться. То есть его смущало, где он, а где его дар. Он ощущал, на самом деле, мог ощутить жизнь только тогда, когда пророчесывал людям. И когда к нам приезжали какие-то гости в общину, он сразу подходил к ним и пытался пророчествовать. И когда гости приходили, он им пророчествовал. И больше мы этих людей часто не встречали. Я верю, что он правильные вещи видел. И я верю, что его сердце было направлено на то, чтобы действительно принимать подобающим образом людей и любить их. Возможно, все эти люди имели такой бунт в сердце и хотели уйти от Бога. Но также я думаю, возможно, что он просто напугал людей. Мы хотим позволить Духу Святому совершать его работу. Чтобы Дух Святой обличал в грехе и показывал, что он настоящий. Но мы не хотим их пугать. Мы не хотим, чтобы люди наслаждались только тем, как они себя чувствуют в служении. Когда вы видите таких людей, будьте осторожны в том, сколько власти вы даете этим людям. Концентрируйтесь на том, чтобы люди получали исцеление. Помните, когда мы говорили о том, что Иешуа, он знал, что он пришел от Отца. И, знаете, бывает случай, когда видишь человека, и он хочет быть лидером, он считает, что ему нужно быть служителем. Но, наверное, бывают такие моменты, когда эти люди не готовы от вас услышать, что послушать. Тебе еще нужно, нужно, чтобы тебе еще послужили, а не тебе самому вовлекаться в служение. И, поэтому, вместо того, чтобы сразу, сходу исправлять человека, я бы устремила свои силы на то, чтобы научить человека, где его, в чем его личность, в чем его идентификация. Мы получаем свою идентификацию от Папа Бога. Наша идентичность, наше самоопределение, оно в Отце Небесном. Мы были приняты кровью Иешуа Мессии. И мы исцелились. Мы были освобождены. И поэтому нам кажется, что нам не нужен уже служитель. Но я не служу, и я не служу, как бы, из-за нужды. Я служу по причине любви. Вот это будет действительно действовать. Поэтому держите свои глаза открытыми. И вот, например, вы сидите за партой. И вы, может быть, думаете, о, нет, я что, должен служить? Попросите отца. Он может сказать, ну, по чуть-чуть. Он все почистит, все покажет. Он исцелит нас. Дело в нашем сердце. И он не будет ждать, пока мы не станем идеальными, чтобы совершать его работу. Он знает, что мы хотим уже заняться делом. Его ученики совершали очень много ошибок. И, например, Решуа говорил, сколько мне еще с вами находиться. Но все равно он продолжал свою работу с ними. Очень много есть наград для заслужения. Благоволение, связь с Богом. Но это все работает. Это все работа. И дело не во мне. Дело в том, как Господь хочет меня или вас использовать, чтобы касаться других людей. Пророжеское служение хорошо. Но она не сделает вашу жизнь легкой. Если вы высвобождаете людей, чтобы они пророчествовали друг к другу, это может привести к определенному хаосу, и придется уже исправлять и заниматься тоже работой определенной. И в этом случае я всегда обращаюсь к притчам 14.4. Где написано, что где нет валов в загоне, то там чисто. Но богатство умножается, когда есть много валов. Если вы хотите церковь, в которой все будет чистенько, безошибочно, тогда не надо ободрять людей на то, чтобы пророчествовать. Но если вы не будете так делать, тогда вы не познаете силу пророческого служения. Иногда это действительно хаотично, но я бы не смогла обойтись без этого. Напоминайте себе часто о видении служения, которое вы имеете. Напоминайте себе постоянно, почему я делаю то, что я делаю. И будут дни, когда вы скажете, я не знаю. Почему я это делаю, я забыл. Потерялся. И он всегда вернет вас. Почему мы остановимся и возьмем несколько вопросов на правительственной министрии сейчас? Это будет хорошо? Мы можем перейти сейчас. Перейти сейчас? Да, потому что... Мой сигналщик был там. Да, он был. Он был, мой сигналщик. Итак, давайте перейти сейчас. Да. И тогда мы сделаем какие-то вопросы. Хорошо.